Всем привет! На канале уже давно не было видео на тему языка PHP. Я думаю это пора исправить и в ходе этого видео мы внедримся в разработку сайта на основе PHP и его наиболее популярного фреймворка Laravel. За видео мы изучим структуру Laravel, познакомимся со всеми основными концепциями и разработаем небольшой веб-сайт. Но давайте прежде чем мы вникнем в разработку, немного поговорим про Laravel и узнаем почему он столь популярный. Разработка сайтов на PHP многим не нравится, так как считается что PHP это плохой язык, что не имеет ни хорошего пакетного менеджера, ни хорошей общей структуры для написания сайтов. На тему PHP можно говорить долго, но я лучше покажу статистику, подведенную всемирно известным сервисом W3Tech. По их статистике около 79% всех сайтов мира, что сейчас разработаны или разрабатываются, используют язык PHP. Цифра достаточно крутая. В то же время, когда говорят про разработку сайтов на PHP, то в большинстве случаев вспоминают фреймворк Laravel. Laravel обрел невероятную популярность и завоевал множество наград по причине своей простоты, функциональности, а также хорошо описанной документации. Laravel делает все то же самое, что и обычный PHP, но делает это хорошо. Код прописанный на Laravel имеет общую понятную структуру. В проекте по умолчанию используется схема MVC, что распределяет все файлы на категории, а также за счет Laravel вы получаете очень удобную структуру для разработки и управления базой данных. Говоря простыми словами, то вы можете писать сайты и без использования фреймворков, но с их использованием вы получаете, во-первых, множество готовых решений для ваших проектов, а во-вторых, весь ваш код будет корректно структурирован и другие программисты спокойно смогут в нем разобраться. Для создания проекта нам потребуются две вещи, скачанный и установленный PHP на вашем компьютере, а также программа для написания кода. PHP можно скачать с официального сайта, ссылку оставлю в описании к видео, а вот в качестве текстового редактора мы можем использовать любую подходящую программу. Я, например, буду работать в программе PHP Storm. Открываем эту программу и внутри нее создаем новый PHP проект. Далее в проект необходимо установить Laravel. Для этого нужно сперва в проект добавить пакетный менеджер, что называется Composer. Процесс установки Composer прост, нужно перейти на их официальный сайт, скопировать команды и вставить эти команды в терминал. Теперь Composer подключен и можно через него установить Laravel. Для этого прописываем команду по установке Laravel глобально на компьютер. Далее можно создать проект на основе уже установленного Laravel. Чтобы это сделать мы прописываем еще одну команду, причем в конце прописываем название для проекта. Я назову проект как, например, ITProger. После скачивания и добавления всех файлов мы имеем шаблонный пустой проект. Теперь давайте запустим локальный сервер. Сперва нужно перейти в папку проекта, используя команду CD и название папки. А далее, используя встроенный помощник Artisan, прописываем запуск локального сервера. Теперь при переходе по URL-адресу у нас отображается наш сайт на Laravel. Теперь рассмотрим те файлы, а также папки, которые у нас были созданы внутри проекта. Как вы можете заметить, здесь достаточно много папок, а также файлов. Мы сейчас рассмотрим лишь только те файлы и папки, которые для нас действительно сейчас важны. Начнем мы с файлов. Например, если открыть такой файл как env, то в этом файле записываются все глобальные настройки. Например, здесь прописано название проекта, здесь указан секретный ключ приложения, здесь указан URL-адрес, здесь также будут указаны различные данные для подключения к базе данных. Здесь же можно указать те данные, при помощи которых вы будете отправлять почту с вашего сайта. Ну и в принципе здесь можно указать другие дополнительные основные значения, основные настройки для вашего проекта. Помимо этого, здесь есть еще важный файл artisan. Мы уже обращались к artisan, это по сути помощник, за счет которого мы можем запустить локальный сервер, за счет которого мы можем создать различные файлы, например контроллеры или же различные шаблоны или что-то в этом духе. Ну и конкретно с этим файлом мы работать не будем, но в то же время при помощи artisan мы будем создавать различные другие файлы через терминал. Также из интересных файлов здесь есть package.json, он описывает все те зависимости, которые есть в вашем проекте. Ну и точно такой же есть еще файл composer.json, он также записывает все те зависимости, которые есть в вашем проекте. Вот только package.json, он работает с frontend, то есть внешней частью сайта. Он описывает какие нужны плагины для того, чтобы ваш сайт внешне выглядел красиво. А composer.json, он работает с серверной частью сайта, ну и описывает те различные плагины, те различные зависимости, которые нужны, чтобы сайт работал корректно на стороне сервера. И раз уж мы с вами уже заговорили про такой файл как package.json, то давайте выполним еще установку всех тех зависимостей, которые записаны внутри этого файла. Чтобы выполнить установку, нам необходимо открыть терминал. И здесь нам нужно обратиться к пакетному менеджеру NPM. NPM это такой пакетный менеджер, который предоставляется вместе с технологией Node.js. Поэтому если вдруг Node.js он у вас не установлен на компьютере, тогда нужно зайти на их официальный сайт, дальше скачать Node.js, установить у себя на компьютере. Ну и после этого вы сможете работать с пакетным менеджером NPM. Так вот, чтобы установить все эти зависимости, нам необходимо обратиться к этому пакетному менеджеру. И здесь просто обратиться либо к команде install, либо к более простой команде i, которая является тоже командой install. Ну и нажимаем Enter, после этого все зависимости будут установлены внутрь проекта. Также в проекте есть файл phpUnit. За счет этого файла мы можем указать характеристики для выполнения юнит-тестирования внутри нашего проекта. И плюс тут есть еще файл webpack.mix.js. Внутри этого файла мы можем сказать, каким именно образом у нас будут преобразовываться все наши JavaScript файлы, а также каким образом у нас будут преобразовываться наши CSS файлы. Вот, например, сейчас здесь сказано то, что для CSS файлов мы будем использовать такой препроцессор как SAS. Курс по этому препроцессору, кстати, есть на канале, можете его посмотреть. Ну и таким образом, при помощи того, что мы используем здесь метод SAS, я смогу в дальнейшем писать в файлах с использованием синтаксиса препроцессора SAS, и дальше все в автоматическом режиме будет преобразовываться в обычный для нас CSS файлик. Теперь также поговорим про различные папки. Например, здесь есть папка app, внутри которой находятся классы для работы с приложением. Например, здесь есть классы провайдеры, здесь есть контроллеры, здесь есть классы для отслеживания различных ошибок. И вот, например, даже в ходе этого урока мы с вами будем создавать контроллер, и, соответственно, когда мы будем создавать контроллер, то немного детальнее поговорим про то, что такое контроллеры, как их можно использовать, ну и, соответственно, немного детальнее поговорим про эту папку app. Помимо папки app, здесь есть папка bootstrap. Внутри этой папки у нас есть файл app.php, и этот файл описывает то, какие классы у нас будут использованы при запуске самого проекта. То есть это как бы файлик, за счет которого мы стартуем все наше приложение. Здесь же есть папка config. Внутри этой папки у нас прописываются различные файлы с настройками. Например, если мы откроем файл database.php, то в этом файле мы можем увидеть те настройки, которые нужны нам для корректного подключения к базе данных. Например, здесь указано, какую конкретно SUBD, какую конкретно систему управления базами данных мы будем использовать в проекте. Например, сейчас мы используем MySQL, но также можно ее поменять на какую-либо другую систему управления базами данных. Ну и плюс здесь указываются стандартные настройки для подключения к этой системе управления. В этой же папке находятся и другие файлы, которые служат настройками для разных частей вашего приложения. В папке database будут храниться файлы миграции, а также различные файлы, которые описывают поведение самой базы данных. То есть в этих файлах будет описано, что конкретно будет находиться в базе данных, какие там будут таблицы, какие там будут поля и так далее. Внутри папки public у нас находятся все те файлы, которые будут показаны пользователю. Например, это различные картинки, это различные CSS файлы, это различные JavaScript файлы. И вот, например, тут есть такой файл, как index.php, именно этот файл, он запускается первым при запуске самого ресурса. И в этом файле все, что есть, так это подключение каких-либо других файлов. Вот, например, в этом же файле index.php мы подключаем файл app.php, который в свою очередь находится в папочке bootstrap. А через файл app.php у нас подключаются уже различные другие классы, которые также нужны для корректной работы самого проекта. То есть папка public это та папка, которая содержит все те файлы, что будут показаны пользователю. Следующая папка, она очень схожа с папкой public. Вот только разница в том, что в папке public у нас будут находиться уже скомпилированные файлы, которые можно показать пользователю. А в папке resources у нас будут находиться не скомпилированные рабочие файлы. То есть здесь тоже будут находиться файлы JavaScript, различные CSS файлы, которые могут быть написаны на основе каких-либо препроцессоров. Здесь будут находиться шаблоны, это по сути как HTML файлы, которые мы будем показывать на разных страничках сайта. И компиляция этих файлов в рабочие готовые файлы для показа пользователю, эта компиляция, она проходит через файл webpack.mix.js. Именно в этом файле указано то, что мы, например, из папки resources, из папки JavaScript, мы берем определенный файл, дальше мы его компилируем и перебрасываем в папку public.js. И точно то же самое у нас здесь прописано еще и для папочки sas, то есть мы как бы берем все вот эти вот файлы, которые написаны на основе препроцессора sas, компилируем их и перебрасываем тоже в папку public, то есть в папку, которая будет уже показываться конечному пользователю. Внутри папки roads у нас находятся файлы, за счет которых мы можем отслеживать URL-адреса. Вот, например, в файле web.php мы здесь с вами можем указать, какие конкретно URL-адреса мы будем отслеживать. Например, сейчас отслеживается лишь переход на главную страничку. При переходе на главную страничку у нас будет показан такой шаблон, который называется как welcome. В свою очередь этот шаблон, он находится в папочке resources и дальше в папочке views. Вот он здесь называется welcome.blade.php. Расширение здесь прописывать не нужно, поэтому здесь только идет название самого файла, это welcome без каких-либо расширений. Ну и здесь же в этом файле мы можем дописать дополнительные URL-отслеживания. Ну и, например, при переходе на страничку контакты мы будем показывать один HTML-шаблон, при переходе на страничку про нас мы будем показывать другой HTML-шаблон. Ну и так дальше. Тут мы можем прописать сколько угодно различных отслеживаний URL-адресов. Дальше в папке storage у нас находятся различные файлы, которые будут сохранены внутри проекта. В папке test у нас находятся различные классы для выполнения юнит-тестирования, да и вообще тестирования внутри проекта. Ну и папка vendor это специальная папка, которая была создана вместе с добавлением такого файла как composer.json. В этой папке находятся все те дополнительные библиотеки, которые нужны для корректной работы нашего проекта. Сейчас я детально не рассказываю обо всех файлах, ведь это видео будет посвящено лишь наиболее важным моментам, чтобы вы быстро смогли начать писать сайты на Laravel. В то же время вы можете посмотреть мой большой бесплатный видеокурс по Laravel, ссылка на него будет в описании к этому видео. Теперь давайте приступим к написанию кода. Для начала мы научимся отслеживать различные URL-адреса. Сейчас мы умеем отслеживать переход на главную страницу, но также давайте научимся отслеживать переходы и на другие страницы. Для этого внутри файла web.php мы прописываем еще раз конструкцию road, где мы отслеживаем определенный URL-адрес, и например мы будем отслеживать переход по такому URL-адресу как about. В этот раз мы давайте изначально не будем выводить какой-либо HTML-шаблон, а вместо этого просто будем выписывать какое-то определенное слово, например привет. Сервер у меня уже запущен, поэтому я могу просто перейти на сайт. Здесь я перехожу по такому URL-адресу как about, и вот вверху мы можем с вами заметить, что у нас вводится слово привет. То бишь отслеживание URL-адресов сейчас у нас работает корректно. Выводить лишь одно слово это достаточно скучно, поэтому вместо вывода лишь одного слова мы давайте будем выводить целый HTML-шаблон. Для этого нам нужно обратиться к такому методу как view, и внутри него в качестве параметра нам необходимо передать имя того шаблона, который мы как раз и будем выводить. Например, я буду выводить такой шаблон, который будет называться как about. Пока у меня такого шаблона нету, поэтому мне необходимо зайти в папочку resources, views, и здесь мы просто создадим новый шаблон. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши new file, дальше мы называем этот файл как about, причем нужно дать ему расширение, это blade.php. Ну и этот файлик он у меня был здесь создан. В этом файле мы давайте пропишем стандартную HTML-разметку. Кстати, чтобы быстро прописать вот такую стандартную HTML-разметку, можете просто прописать восклицательный знак и дальше нажать tab. После этого у вас вся стандартная разметка, она будет здесь прописана. Ну и тут мы давайте лишь пропишем tag h1 и в нем будет тоже написано привет. Но для начала пускай будет такой у нас код. Теперь обновляем страничку и мы замечаем, что здесь у нас выводится тоже слово привет, но оно уже выводится явно в более крупном формате, потому что оно выводится уже через tag h1, то есть оно выводится как определенный заголовок. Если мы хотим получить данные из URL-адреса, вот предположим, у нас будет такой URL-адрес, где у нас будет идти слово user, потом будет идти идентификатор пользователя, например, это будет число 2, а дальше еще через slash будет идти имя пользователя, например, пускай это будет John. И если мы хотим получить вот эти вот параметры из URL-адреса, то нам потребуется прописать немножечко другую структуру. Давайте это тоже с вами рассмотрим. Для начала мы говорим, что мы отслеживаем такой URL-адрес, который будет начинаться на слово user, дальше будет идти slash, и дальше мы не можем написать, например, число 3, 4 и так дальше, потому что это некий динамический параметр, который у нас будет постоянно меняться. Поэтому, чтобы прописать нам здесь отслеживание динамического параметра, мы указываем фигурные скобки и просто называем этот параметр как нам только вздумается. Например, я этот параметр назову как ID. Также мне необходимо отслеживать и следующий slash, и вот этот как бы второй динамический параметр. Для этого я тут тоже еще раз прописываю slash, и динамический параметр, опять же, прописываю фигурные скобки. Второй параметр может называться как угодно, ну я например назову его как name Теперь же мы должны получать эти параметры, поэтому в функции мы здесь прописываем то, что мы получаем параметр id А также мы получаем такой параметр, который называется как name Ну и теперь мы давайте вот здесь не будем вызывать никакого шаблона А просто например выведем id и вот так вот через точку мы здесь выведем id И плюс тут мы еще выведем name, то бишь имя, которое мы будем получать из URL-адреса Сохраняем это все, переходим по URL-адресу и вот здесь у нас вводится id2 name John Если я поменяю здесь данные, например пишу id со значением 4 и здесь будет написано then То в таком случае опять-таки эти значения у нас меняются и вот здесь уже вводится id4 и name then Таким образом при помощи динамических вот этих вот параметров мы можем получать данные из URL-адресов Теперь давайте создадим красивый дизайн для нашего сайта В первую очередь я предлагаю указать то, что основным шаблоном будет шаблон home Поэтому мы его давайте еще здесь и создадим Это newfile home.blade.php Ну и также welcomeblade.php я предлагаю его удалить Здесь, чтобы у вас не возникло ошибок при удалении, то можете убрать галочку save delete Нажимаем ok и данный файл он будет удален Здесь внутри этого файла мы пропишем также стандартную HTML разметку Можно написать еще title, например мы напишем здесь главная страница Теперь к этому файлу мы можем подключить стили Стили можно подключать как свои собственные Но я не особо хочу затягивать данный урок, поэтому мы не будем писать самостоятельно стили Вместо этого мы лучше подключим стили от такого фреймворка как bootstrap Bootstrap это тот фреймворк, который предоставляет наборы готовых стилей для ваших проектов Ну и соответственно мы подключим bootstrap и просто будем использовать уже готовые стили для написания нашего сайта Чтобы подключить bootstrap у нас есть два варианта Можем зайти на их официальный сайт, здесь нажать на кнопку download У нас будет скачен CSS файлик Этот CSS файлик мы просто добавляем внутрь проекта Причем можно добавить либо сразу в папочку public, либо же в папочку sas И дальше произойдет преобразование этого файла Ну и после того как вы добавите этот файлик, вы его через стек link просто вот здесь подключаете Ну и у вас будет подключен bootstrap В общем это достаточно много различных манипуляций Вместо всего этого я предлагаю использовать CDN То есть это просто ссылка на тот CSS файл, который находится где-либо на сервере Ну и мы заходим на такой сайт как bootstrapcdn.com Отсюда мы копируем ссылку на CSS файл И дальше через стек link мы просто подключаем данный CSS файл В общем-то больше здесь ничего не нужно делать Можем это сохранить Также давайте я здесь попробую вывести некий тег h1 В нем мы просто напишем слово привет Ну и это чисто нам нужно для того, чтобы мы убедились в том, что bootstrap у нас подключен Можно заметить, что у данного слова есть небольшие изменения в шрифте, а также в жирности шрифта Это говорит нам о том, что bootstrap подключен корректно Ну и теперь мы можем просто создавать стили на основе фреймворка bootstrap Мы с вами давайте поступим хитро Мы зайдем на официальный сайт bootstrap И здесь на вкладочке examples мы просто скопируем какой-либо шаблонный проект И будем использовать его в качестве дизайна для нашего проекта Вы на самом деле можете выбрать любой шаблонный проект Я например выберу шаблонный проект, который называется pricing И здесь, чтобы мне выбрать элементы, которые я буду копировать Мне для начала нужно нажать правой кнопкой мыши Дальше просмотреть код Далее я выбираю инструмент выборки элементов Ну и например я хочу скопировать шапку сайта Поэтому я просто нажимаю на шапку сайта Дальше у меня выбирается здесь элемент Я нажимаю на него правой кнопкой мыши Copy element Ну и дальше этот элемент я просто вставляю вот здесь в HTML разметку Если теперь обновить сайт, то можно заметить, что у меня добавилась сюда шапка Точно такая же, как здесь было в bootstrap Мы эту шапку давайте немного поменяем Например вместо company name я здесь напишу itproger Также поменяем ссылки, например здесь будет главное Про нас Две вот эти вот ссылки мы с вами удалим Ну и здесь еще у нас есть кнопка И на кнопке мы например напишем отзывы Пока у нас такой страницы нету, но чуть позже такая страница будет Данная страница, данная кнопка она будет ввести по URL адресу review Опять же такой страницы пока нет, но чуть позже мы ее создадим Ссылка на про нас будет ввести на страничку about Ну и ссылка на главную будет ввести действительно на главную страницу Если такое обновить, то все выглядит корректно Вот только я бы хотел еще стили поменять Например я бы хотел, чтобы у нас шапка сайта она была темной Если я такое укажу, то соответственно она будет темной Но тогда текст абсолютно не видно Поэтому мы давайте еще здесь укажем такие стили как text white Также для ссылок мы тоже укажем, что они должны быть именно белые Ну и для кнопки мы укажем, что она пускай будет не outline primary А например outline warning Ну и если такое сохранить, то наша шапка выглядит уже действительно неплохо Плюс, чтобы у нас уже и сайт прям вообще весь красиво выглядел Мы давайте еще и для тега body мы тоже укажем bgdark И тогда весь наш сайт он становится вот таким вот темным Плюс шапка темная, ну и это уже выглядит достаточно неплохо Сейчас у нас есть одна достаточно большая проблема Дело в том, что если я захочу, чтобы у нас на страничке про нас был точно такой же дизайн То мне придется скопировать весь вот этот вот код, всю нашу шапку А также подключение bootstrap'а Ну и если я это все скопирую и добавлю на эту страничку, то оно все конечно будет работать Но проблема заключается в том, что у нас получается очень много кода, который просто дублируется А как гласит одно из правил программирования Don't repeat yourself или же не повторяйте сами себя То есть нам нужно придумать такую концепцию, с помощью которой мы не будем писать повторяющийся код И благо при помощи такого фреймворка как Laravel мы можем решить эту проблемку При помощи создания одного дополнительного файла, который будет являться файлом-шаблоном Вот давайте мы сейчас с вами так и поступим Для начала создадим просто один новый файл Его можно назвать как угодно, но я например его назову как layout.blade.php Внутрь этого файла я вставлю весь тот код, который у нас есть в файлике homeblade.php Это по сути будет как наш каркас, то есть это тот код, который у нас будет повторяться на каждой страничке Дополнительно я должен указать тот участок, который у нас не будет повторяться на каждой страничке В моем случае на каждой страничке у нас не будет повторяться тот участок, который будет идти под шапкой То есть вот здесь у нас, вот в это место у нас на каждой страничке должен встраиваться свой определенный контент И это мы давайте сейчас укажем Для этого я должен обратиться к возможностям шаблонизатора Здесь в Laravel существует специальный шаблонизатор, при помощи которого мы можем использовать различные конструкции Например, мы можем использовать различные условия здесь внутри самих этих шаблонов Здесь же мы можем использовать различные циклы, такие как while, или же cycle for, или же cycle for each и так дальше Ну с этим всем мы еще чуть позже будем знакомиться Сейчас же меня интересует такая конструкция, которая называется как yield При помощи этой конструкции мы можем указать, что вот как бы в это место, где я сейчас указываю эту конструкцию, в это место Мы сможем встраивать другой контент из тех других файлов, которые будут наследовать данный шаблон В общем, мы давайте это место назовем как main content Хотя название может быть каким угодно Главное, чтобы это название не повторялось в пределах одного и того же самого файла Теперь переходим в homeblade.php, отсюда удаляем полностью все И дальше за счет такой конструкции как extends мы говорим, что мы наследуем все от файла, который называется как layout Поскольку что home, что layout, эти файлы находятся в одной и той же самой папке То мне не нужно указывать, что, например, мы должны там зайти в некую папку, которая называется сам А дальше там найти уже файл layout Мне это указывать не нужно, по той причине, что оба этих файла, они находятся в одной и той же самой папке Так вот, я говорю, что я наследую полностью все от такого файла, как layout Далее я просто должен сказать, что же я буду подставлять вот в эту часть Что я буду подставлять в main content Чтобы мне это сказать, я должен здесь обратиться к section Дальше я говорю, с какой частью я работаю Я работаю с частью, которая называется main content Также в конце нужно не забыть закрыть секцию Поэтому давайте лучше сразу в конце мы пропишем end section, чтобы просто потом это не забыть дописать Ну и теперь мы можем вывести все, что угодно И это все, что угодно, оно будет выведено как раз под шапкой Я давайте здесь пока выведу некий текст-заглушку То есть это lorem ipsu, состоящий из 30 слов Это вот такой вот простой бессмысленный текст И если это все сохранить и обновить страничку То мы заметим, что на главной странице у меня выводится весь необходимый дизайн А также под шапкой у меня выводится текст Текст не особо заметно, поэтому давайте мы это с вами быстро поправим Мы возможно вот здесь для тега body мы еще укажем один класс И этот класс будет text white, чтобы сделать весь текст белым Ну и действительно мы видим, что у нас текст полностью стал белым Также хотелось бы добавить какие-либо отступы для этого текста Поэтому вот здесь, опять же, в вфайлике layout мы пропишем div У которого класс будет как контейнер Ну и внутри этого div мы как раз уже и будем располагать сам встраиваемый текст И таким образом у нас создаются вот эти вот отступы по бокам Ну и что же это все нам дает? Это нам дает то, что если мы зайдем в вфайл aboutblade.php И здесь пропишем точно такую же структуру То есть это будет extends Дальше мы просто говорим, что мы встраиваем внутрь основной части И здесь мы давайте какой-то другой еще дополнительный текст будем встраивать Например, страница про нас мы еще будем писать И если я теперь перейду на страничку про нас То мы замечаем, что тут есть точно такой же дизайн Потому что этот дизайн он прописан в одном едином шаблоне в вфайле layout Ну и здесь просто мы как бы другую основную часть встраиваем Но при этом весь дизайн он у нас остается одним и тем же, остается шаблоном И таким образом мы как бы немного сокращаем все-таки код Я немного поменял дизайн сайта По сути я просто добавил различные bootstrap блоки Никакой новой информации здесь не появилось Но главное теперь вот так выглядит у меня главная страница И вот так выглядит страница про нас Ничего нового я сюда не добавил Просто чуть-чуть поменял сам дизайн Мне кажется так выглядит немного лучше Теперь мы давайте с вами рассмотрим такой момент Как момент связанный с названием страницы Все дело в том, что у нас что на странице главной Что на странице про нас У нас выводится один и тот же title Это не особо приятный момент Поэтому это давайте мы с вами поменяем Чтобы нам это поменять Нам нужно зайти в вфайл layoutblade.php И здесь нам нужно сказать, что в теге title У нас будет еще одна динамическая секция Внутрь которой мы будем подставлять информацию В зависимости от шаблона Другими словами нам нужно прописать точно такую же конструкцию Как вот мы здесь внизу прописывали Мы обращаемся к методу yield И здесь нам нужно называть саму секцию Секцию можно называть как угодно Главное не называть ее как maincontent Просто по той причине, что такая секция уже есть внутри этого файла Мы давайте назовем эту секцию, например, как title Дальше мы заходим в файл homeblade.php И здесь мы, во-первых, указываем то, что мы передаем какие-то данные в секцию Которая называется maincontent А также дополнительно мы будем с вами еще передавать данные в секцию Которая будет называться как title Здесь мы просто открываем эту секцию Какие-либо данные туда передаем Ну и в конце, конечно же, закрываем саму эту секцию Точно то же самое нам необходимо делать и на страничке про нас Вот только здесь мы уже будем передавать какие-либо другие данные Сохраняем это все Ну и если теперь обновить сайт То на странице про нас у нас вводится соответствующий title А на главной странице у нас вводится главная страница Теперь это все работает корректно Теперь давайте поговорим про контроллеры Что это вообще такое? Контроллер это как некое связующее звено между шаблоном А также между функциональной частью Вот, например, здесь мы с вами отслеживаем какие-либо URL-адреса И каждый раз, когда мы отслеживаем какой-либо URL-адрес Все, что мы с вами делаем Так это просто показываем по этому URL-адресу определенный HTML-шаблон Обычно нам необходимо перед тем, как показать какой-либо HTML-шаблон Выполнить еще некую функциональную часть Например, связаться с базой данных Получить оттуда какие-либо записи Или же наоборот установить какие-либо туда записи И так далее И прописывать вот этот вот весь функционал здесь Это будет неразумно и неправильно Поэтому на облегчение всего этого как раз и существуют контроллеры В контроллере вы можете прописать некий функционал Который будет выполнен до того, как мы покажем сам шаблон Ну и, соответственно, давайте мы сейчас создадим контроллер И дальше мы будем не просто сразу показывать какие-либо шаблоны А будем вызывать изначально метод внутри контроллера А внутри этого уже метода мы сможем изначально прописать любой функционал, какой только хотим А уже только потом мы сможем вывести сам шаблон Ну и давайте сейчас создадим контроллер Контроллер можно создать двумя способами Первый способ, мы можем его создать самостоятельно То есть мы можем в папочке HTTP Controllers Мы сюда можем добавить новый класс Это будет, соответственно, новый контроллер Но я не рекомендую вам таким образом добавлять новые контроллеры Просто по той причине, что вам потребуется еще во многих других файлах Прописывать дополнительные зависимости Говоря о том, что вы, мол, создали новый контроллер Ну, в общем, этот процесс, если создавать все самому вручную То это будет немножечко долго Поэтому вместо того, чтобы создавать все вручную Мы давайте с вами лучше обратимся к помощнику Artisan И через него как раз и создадим сам контроллер Чтобы это сделать, мы обращаемся к PHP Дальше мы обращаемся к Artisan Дальше мы обращаемся к команде Make И в этой команде нам нужно сказать, что же мы конкретно хотим создать Мы хотим создать контроллер, поэтому так и прописываем Ну и дальше нужно прописать название для контроллера Очень важно, когда вы прописываете название для контроллера Вы можете изначально дать какое угодно название Но в конце вам обязательно нужно прописать слово контроллер Иначе это не будет считаться за файл контроллера Поэтому я, например, назову как MainController То есть это какой-то основной контроллер будет в моем приложении Контроллеров можно создавать сколько угодно Например, если у вас будет, допустим, еще система регистрации на сайте То в таком случае вы можете создать еще отдельный контроллер Который будет отвечать лишь за обработку тех URL-адресов Которые связаны с пользователями То есть с авторизацией, регистрацией, с кабинетом пользователя и так дальше Ну в общем, вы можете распивать различные URL-адреса по различным контроллерам У нас тут не так много URL-адресов Поэтому мы их все будем хранить Ну мы их все будем обрабатывать через один и тот же контроллер Ну и он пускай будет называться как MainController В общем, нажимаем Enter После этого у нас пишется, что контроллер был создан успешно Ну и если зайти теперь в папочку Controllers То здесь есть действительно новый контроллер Он называется как MainController Ну и по факту это просто пустой класс Который все наследует от более основного класса Который тоже называется как Controller Внутри класса мы давайте сперва создадим новую функцию Именно эту функцию мы будем вызывать при переходе на определенный URL-адрес Саму функцию можно назвать как угодно Я, например, ее назову как Home Хотя название может быть, конечно, каким угодно Пока внутри функции ничего писать не будем Давайте перейдем в отслеживание URL-адресов Здесь мы с вами делали раньше вот что То есть при переходе на главную страницу мы вызывали определенную функцию Которую тут же и выполняли И через эту функцию мы просто выводили какой-либо определенный HTML-шаблон Сейчас мы с вами будем поступать немножко по-другому То есть теперь мы с вами указываем, что мы отслеживаем главную страницу А вот в качестве второго параметра мы с вами указываем некое действие И в качестве действия мы говорим, что мы должны обратиться к такому контроллеру Который называется как MainController И здесь, чтобы указать, к какому методу мы обращаемся внутри контроллера То нужно прописать еще знак собачки А дальше просто название того метода, к которому вы хотите обратиться Ну в моем случае это, например, метод, который называется Home Также давайте мы точно то же самое и здесь пропишем Я даже скопирую название MainController Здесь мы, например, будем обращаться к методу, который будет называться как About Ну а этот URL-адрес он нам в принципе даже не нужен Мы могли бы его удалить Но я давайте его закомментирую Он мне просто не нужен здесь в проекте Поэтому я его никак обрабатывать дополнительно не буду Теперь мы переходим обратно в контроллер И здесь мы изначально не будем никакого функционала дописывать А пока просто точно так же само, как и вот здесь Мы просто будем выводить какой-либо определенный шаблон Чтобы это сделать, мне нужно здесь прописать Return И далее я указываю такой метод, который тоже называется как View И просто сюда указываю, какой же конкретно шаблон я буду выводить Ну в моем случае здесь шаблон будет Home И также для странички About у меня шаблон будет называться как About То есть по факту я ничего сейчас не изменил При переходе на главную страницу и при переходе на страницу About Мы просто обращаемся к контроллеру, обращаемся к определенным его методам Ну и эти методы, все что они сейчас делают, так это они просто берут и выводят сам HTML шаблон на страничку Если это все обновить, то мы замечаем, что видите, здесь ничего у нас не поменялось Все работает точно так же Но главный момент, который мы сейчас для себя поменяли Так это то, что мы теперь корректно обрабатываем различные URL адреса Потому что все-таки вот в таком формате, как это было ранее Что мы просто берем и выводим какой-то определенный шаблон Это не совсем верно, лучше всегда это делать через контроллеры Теперь давайте создадим страницу отзывы На этой странице будет находиться форма для добавления нового отзыва Если пользователь ведет все данные корректно, тогда мы будем брать отзыв и помещать его как новую запись в базу данных Если он что-либо ведет некорректно, то будем показывать ему ошибки Плюс на этой же странице я хочу отображать полностью все те отзывы, которые у нас будут в базе данных Первое, что нам необходимо сделать, так это научиться отслеживать корректный URL адрес Для этого мы здесь прописываем новое отслеживание И просто указываю то, что я буду отслеживать такой URL адрес, который пускай будет называться как Review И точно такой же метод мы также будем вызывать из MainController Теперь в основном контроллере мы давайте здесь создадим новый метод Он будет называться как Review Ну и соответственно пока что все, что мы будем делать, так это при вызове этого метода Мы будем просто отображать шаблон, который тоже называется как Review Чуть позже, конечно, мы допишем здесь дополнительный функционал Теперь создадим новый шаблон NewFileReview.Blade.php И в этом файлике нам по сути необходимо сделать точно то же самое, что у нас, например, было в файле HomeBlade.php Вот только всю эту основную часть мы с вами перепишем Также перепишем название страницы, здесь, например, давайте просто напишем, например, отзывы Больше ничего дописывать не будем Ну и тут мы с вами создадим формочку Внутри формы нам необходимо указать два обязательных атрибута Во-первых, это метод передачи данных В нашем случае это будет метод передачи данных И к этому значению мы еще чуть позже вернемся, пока его здесь просто оставим А также нам нужно указать атрибут Action В этом атрибуте мы указываем, на каком URL адресе у нас будет происходить обработка данной формы Мы можем сказать, что обработка данной формы будет происходить по этому же URL адресу Но я хотел бы, чтобы все-таки обработка данной формы, она происходила на неком другом URL адресе Например, на таком URL адресе, как ReviewCheck Мы пока не отслеживаем этот URL адрес Чуть позже мы пропишем отслеживание этого URL адреса Также пропишем соответствующий метод Но пока просто прописываем атрибут Action А чуть позже мы к этому всему еще вернемся Далее нам необходимо создать несколько полей внутри этой формочки Во-первых, у нас будет поле для ввода e-mail Здесь нам обязательно еще нужно указать атрибут Name А также атрибут ID И что в том, что в том атрибуте нам нужно указать одинаковое значение Ну, например, это просто название Пускай название для этого поля будет как e-mail Дополнительно здесь я еще введу подсказку Например, введите e-mail Ну, и также я бы хотел еще сюда добавить некий класс Некие стили И стили я буду использовать от Bootstrap Поэтому здесь я прописываю FormControl Это стиль, который идет от Bootstrap Дополнительно нам необходимо еще одно поле Это поле будет для ввода названия самого отзыва Или темы отзыва Поэтому здесь в качестве имени я буду использовать Subject ID я такой же укажу Здесь будет написано, например, введите отзыв Ну, и стили мы такие же оставляем Тут больше ничего не меняем Ну, и плюс у нас еще должен быть объект TextArea Внутрь которого пользователь сможет ввести сам отзыв То есть это уже будет какой-то определенный большой текст Здесь мы указываем в Name атрибут значение как Message Также в ID мы тоже указываем здесь значение как Message Дополнительно сюда можно указать еще и класс Класс мы устанавливаем точно такой же, как и для других полей Плюс здесь еще должен быть Placeholder Здесь будет, например, написано Видите, сообщение Ну, и закрываем это все И в конце еще ставим Bear Чтобы у нас просто был переход на новую строку Также нам нужна кнопка Для этого мы будем использовать TagButton Здесь, кстати, нам Name уже не нужно Здесь нам нужно использовать такой атрибут как Type И обязательно использовать значение Submit Дело в том, что при нажатии на кнопку нам нужно, чтобы страница перезагружалась И при перезагрузке у нас данные будут отправляться на сервер Если мы не укажем именно вот этот формат Submit То в таком случае страница не будет перезагружаться Данные не будут отправляться Поэтому это важное значение Ну и также добавляем еще класс Чтобы это просто все красиво выглядело Класс можно какой угодно Но я использую класс от Bootstrap ButtonSuccess Ну и здесь еще напишем отправить В общем-то все это готово Теперь давайте перейдем на страничку Отзыв И здесь прям все замечательно выглядит Вот только можно было бы еще добавить TagH1 И здесь мы напишем форма добавления отзыва Ну чтобы просто эта страничка не выглядела столь пустой Да, мне кажется, теперь это еще намного лучше выглядит Теперь давайте пропишем отслеживание данного URL-адреса Для этого нам нужно перейти в fileweb.php Здесь можем даже скопировать какую-то строчку кода Ну и мы будем отслеживать такой URL-адрес, который называется как ReviewCheck При переходе по такому URL-адресу Мы давайте будем с вами вызывать метод Который пускай будет называться тоже как ReviewCheck Вот так вот, нижнее подчеркивание Вот только сейчас у нас все это будет не работать Все дело в том, что мы сейчас с вами отслеживаем метод передачи Get Метод передачи Get это когда мы просто взяли и зашли Ну на какую-либо определенную страницу Вот, например, я нажимаю на ссылку главную И у нас метод передачи данных именно как Get В то же время, когда мы отправляем данные из формочки То у нас метод передачи идет как Post Мы сами это здесь указали И поскольку метод передачи у нас как Post То здесь нам нужно использовать не метод Get, а именно метод Post Вот таким образом Тогда у нас отслеживание получения этих данных из формы Это отслеживание будет проходить корректно Теперь же мы можем перейти в наш контроллер Здесь мы давайте создадим новый метод Он будет называться как ReviewCheck И в этом методе мы давайте пока с вами будем делать вот что Во-первых, мы должны получать все данные из формы И чтобы получить все данные из формы Нам необходимо как бы указать один параметр Этот параметр он будет на основе такого класса как Request Поэтому я здесь указываю то, что я ожидаю получить Параметр, который будет именно на основе класса Request Сам параметр можно назвать как угодно Мы давайте его тоже так назовем как Request И дальше при помощи такой специальной функции Которая служит исключительно для отладки Функция называется DD Пере помощи этой функции мы полностью выведем весь данный объект Эта функция выведет полностью те полученные данные Которые будут внутри этого объекта Ну и давайте мы пропишем какие-либо данные И нажмем отправить Когда мы это делаем, у нас происходит ошибка PageExpired Все дело в том, что в каждой форме, которая прописана в Laravel Нам необходимо в этой форме, чтобы был еще специальный CSRF токен Это специальный токен, за счет которого обеспечивается безопасная отправка формочки Ну и чтобы добавить CSRF токен, все, что необходимо сделать Так это вот в начале формочки прописать знак собачки И дальше мы прописываем CSRF Вот и все, этот токен, он будет добавлен в форму Давайте вот мы вернемся обратно Здесь нужно перезапустить страничку все-таки Потому что без перезапуска странички еще как бы не добавлен CSRF токен И вот теперь, если мы повторно введем все данные Нажмем на отправить То в таком случае, видите, ошибка уже не выдается А здесь выдается полностью вся информация по поводу объекта Request Здесь же есть еще такой параметр, который тоже называется как Request И вот если мы его раскроем, то тут будут все те параметры, что мы получили из формы Как видите, здесь есть токен, который мы получаем из формы Здесь есть почта, которую ввел пользователь Здесь есть тема самого этого отзыва Ну и есть просто сообщение для этого отзыва То есть мы теперь получаем полностью все те данные, которые пользователь ввел в форму Прежде чем мы будем работать с базой данных, мы изначально давайте поработаем над валидацией этой формы Если пользователь будет вводить какие-либо данные некорректно То в таком случае мы будем это с вами отслеживать И вводить пользователю просто сообщение с ошибкой Что мол, вот вы, например, не ввели email Или, например, вы не ввели тему отзыва Ну и так дальше Давайте это сейчас мы с вами пропишем Валидацию формы необходимо прописать внутри контроллера Поэтому заходим в MainController И здесь в методе ReviewCheck Там, где мы получаем как раз все данные из формы Здесь же мы будем проводить валидацию этих данных Нам необходимо сделать вот что Мы давайте создадим с вами некую переменную Она пускай будет называться как Valid И внутрь нее мы помещаем следующее Мы обращаемся к объекту Request А в этом объекте есть специальная функция Которая так и называется как Validate При помощи этой функции мы можем указать Какие поля и какие проверки мы добавляем к нашей формочке Чтобы это указать Мы здесь должны создать ассоциативный массив И в этом массиве в качестве ключа Мы указываем поле, которое мы будем проверять Вот, например, я буду сейчас указывать проверки Для такого поля, как email Причем вы вот тут ключ должны указать точно такой же Как и у вас значение, которое было прописано в атрибуте name А также в атрибуте id То есть в моем случае здесь прописано значение email Поэтому ключ я тоже здесь указываю как email Ну и дальше я просто прописываю Какие же проверки будут у этого поля Во-первых, я указываю, что это поле Оно будет обязательным для заполнения Поэтому я здесь прописываю required Если пользователь, например, ничего не ведет в это поле Тогда будет выдаваться ошибка Также я хочу прописать и другие какие-либо условия Для этого я здесь ставлю вертикальную вот такую черточку И через эту вертикальную черточку Я могу прописывать какие-либо другие уже условия Например, если пользователь ведет меньше, чем 4 символа в это поле Тогда тоже будет выдаваться ошибка Если же он ведет 4, 5 или же больше символов То ошибки уже выдаваться не будет Ну и также я бы еще хотел прописать Что если пользователь ведет больше, чем 100 символов в это поле То у нас тоже должна выдаваться ошибка Вот такие вот здесь я проверки допишу На самом-то деле проверок существует намного больше Вы можете ознакомиться с ними в официальной документации Либо можете ознакомиться в моем полном бесплатном курсе Соответственно, мы здесь просто небольшие такие проверки допишем Но их на самом-то деле, конечно же, больше Также я бы хотел добавить практически идентичные проверки Еще и для такого поля, которое называется как Subject Опять же, имя очень важно, чтобы оно вот здесь Кстати, я неправильно прописал Subject Вот так оно должно быть прописано Имя должно здесь в точности совпадать с тем именем Которое записано в атрибуте name Или же которое записано в атрибуте id Если имя не будет совпадать То просто данная проверка не будет подставляться к нужному для вас полю Ну в моем случае все совпадает Здесь я, кстати, наверное, никакие проверки менять не буду То есть условия здесь я менять не буду Это тоже будет обязательное для заполнения поля Минимум 4 символа, максимум, например, 100 символов Ну и давайте мы еще раз скопируем эту строчку Здесь мы уже будем валидировать message То есть это наше крайнее поле Это сам текст сообщения, сам текст отзыва Ну и тут, возможно, мы давайте скажем, что минимум надо будет 15 символов А максимум можно будет 500 символов Например, здесь ввести В общем-то, больше здесь нам в контроллере ничего дописывать не нужно Можно было бы уже проверять Но пока мы просто не заметим никакого вывода ошибок Мы давайте все-таки еще обратимся к файлику review И здесь в этом файле, например, где-нибудь над формой Мы будем выводить ошибки, если они вообще будут То есть если ошибок не будет, то ничего выведено тоже не будет Если ошибки будут, то они у нас будут выводиться в наших определенных HTML блоках Ну и здесь нам необходимо сделать, во-первых, проверку Мы обращаемся к условному оператору if И здесь мы в качестве условия должны обратиться к такому объекту, который называется как errors И через этот объект мы обращаемся еще к методу any То есть мы, по сути, говорим, что если существуют какие-либо ошибки Если вот пользователь, например, уже отправлял формочку И формочка не прошла валидацию И если у нас, ну как бы, мы проверили и у нас существуют ошибки То в таком случае вот здесь нам их нужно будет выводить Также предлагаю сразу в конце закрыть данное условие Потому что потом можно это просто забыть сделать Ну и здесь, внутри этого условия, мы давайте будем прописывать вот что Мы создадим div К этому div мы добавим какие-либо классы от bootstrap Например, это alert danger То есть я просто хочу создать блоки, которые будут у нас красные Чтобы это выглядело именно как ошибка Ну и внутри этого div мы создадим определенный список И здесь, в качестве элементов, мы должны Ну, мы должны здесь выводить каждый элемент через tag list item Но прежде чем мы это будем выводить Мы давайте через такой цикл, как for each Переберем все те ошибки, которые, в принципе, записаны в объекте errors И все эти ошибки мы выведем как отдельный элемент внутри списка ul Ну и для начала прописываем просто сам цикл Здесь мы прописываем for each Дальше мы обращаемся к объекту errors Дальше мы обращаемся к полностью всем ошибкам, которые у нас доступны И это мы все перебираем, как, например, такая переменная как error В конце, снова-таки, не забывайте все это закрыть Поэтому лучше в конце сразу пропишите and for each Ну и теперь у нас как бы этот цикл корректно открыт, корректно закрыт Теперь создаем tag li и внутри тега li нам необходимо выводить просто информацию про каждую отдельную ошибку По сути нам нужно выводить просто переменную error Чтобы нам вывести значение какой-либо переменной нужно открыть вот такие две фигурные скобки Ну и их, соответственно, и закрыть И внутри этих скобок мы прописываем значение переменной То бишь, если есть ошибки, значит будет показан этот код Внутри этого кода мы перебираем все эти ошибки, которые у нас были созданы Например, там видите почту, видите тему сообщения, видите само сообщение Вот, например, даже вот такие три простые ошибки Эти все ошибки, они перебираются и каждая ошибка вводится как отдельный элемент внутри вот этого вот списка Теперь все протестируем Для начала форму я ничего не вожу, просто нажимаю на отправить И после этого у нас выдаются ошибки Причем вы можете заметить, что эти ошибки, они выдаются на английском языке Этот момент мы с вами легко можем поправить Для этого нужно зайти в папку resources, дальше в папку lang, дальше в папку english И в этой папке находятся различные файлы, которые содержат текстовые надписи Ну и все эти текстовые надписи, они, конечно же, на английском Например, сейчас мы с вами проводили валидацию формы Поэтому нам нужно зайти в такой файле, который так и называется как validation И здесь нам нужно найти такой ключ, который называется как required Дело в том, что вот здесь в проверке мы с вами указали то, что у нас будет такая проверка, которая называется как required Соответственно, в файлике validation нам нужно как раз поменять надпись, которая соответствует именно этой проверке Ну и здесь, например, указано the attribute field is required И по сути точно такой же здесь у нас как раз и выводится То есть the, а вместо attribute подставляется просто название атрибута Например, email, subject, message и так дальше Ну и в общем нам тут просто нужно подправить текст Например, мы давайте, мы в принципе можем даже атрибут удалить, но это будет, наверное, не совсем корректно Мы давайте оставим слово вот это attribute, то есть будет выводиться email, subject, message И мы просто скажем, что заполнен некорректно Сохраняем это все, давайте еще раз перейдем на отзывы, нажимаем отправить И вот у нас теперь выводится email заполнен некорректно, subject заполнен некорректно, message заполнен некорректно Ну и точно в такой же концепции, если вы хотите, вы можете переписать и другие различные ключи Теперь приступаем к работе над базой данных Для того, чтобы работать с базой данных, нам нужна некая программа, которая будет обеспечивать нам локальный сервер на нашем компьютере В принципе, таких программ очень-очень много Я рекомендую вам использовать программу MAMP, если вы работаете на Mac, либо же на Linux И я рекомендую вам использовать такую программу, как OpenServer, если вы работаете на Windows Соответственно, в зависимости от платформы скачайте либо MAMP, либо OpenServer Установите эту программу к себе на компьютер И дальше, если вы на Mac, тогда вам просто нужно запустить эту программку Здесь вам нужно будет нажать на кнопку Start Servers Если же вы на Windows работаете, тогда вы точно так же запускаете программу OpenServer Здесь у вас в нижней панели будет флаг Вы нажимаете на этот флаг и просто нажимаете на кнопочку запустить После того, как вы запустите локальный сервер, опять же, если вы работаете с OpenServer То вам нужно будет зайти в дополнительно и там вам нужно будет открыть PHPMyAdmin Если же мы работаем с программой MAMP, то здесь мне нужно сделать точно то же самое Вот только здесь это просто делается по немного другому принципу У меня открывается отдельная страница Кстати, если эта страница не открылась, то нажмите на OpenWebStartPage И здесь я просто перехожу по ссылке в PHPMyAdmin Зачем нам нужен PHPMyAdmin? PHPMyAdmin это графический интерфейс по управлению вашей базой данных Соответственно, здесь мы сейчас с вами создадим просто одну базу данных Которой мы впоследствии будем подключаться из нашего проекта А вот все манипуляции внутри этой базы данных Мы уже будем прописывать непосредственно внутри самого Laravel проекта Сейчас нам просто нужно создать базу данных Дальше мы к ней подключимся Ну и дальше уже с ней просто будем постоянно работать Так вот, я открыл PHPMyAdmin Здесь на главной страничке можно выбрать тему Я предлагаю вам выбрать вторую тему Потому что она выглядит хотя бы приемлемо как-то Потому что оригинал тема уж очень-ка это убогая Ну и плюс я предлагаю еще поменять язык Сейчас указан здесь как English В то же время здесь можно выбрать русский язык Вот он здесь представлен Давайте мы выберем русский И весь текст будет действительно отображаться на русском языке Сейчас в левой части вы можете заметить то, что у меня создано и так множество различных баз данных Если у вас здесь вообще нет никаких баз данных, то это не проблема Нам все равно нужно создать новую базу данных Для этого мы нажимаем вот здесь на создать BD Дальше мы должны ввести название для базы данных Название может быть каким угодно Главное не добавляйте сюда какие-либо специальные символы Также не добавляйте никакие пробелы То есть это должно быть нормальное осмысленное название Я например назову мою базу данных как Laravel Simple Вы можете назвать базу данных и по-другому Это не столь принципиально Мы лишь просто один раз укажем то, что мы подключаемся к этой базе данных А дальше все равно мы будем все манипуляции производить через наш Laravel проект Так вот указываем здесь название, указываем кодировку как именно UTF-8 General C Если у вас здесь указана другая кодировка, тогда укажите UTF-8 General C Ну и в принципе нажимаем на просто создать В общем-то эта база данных у меня была создана Вот она здесь находится Сейчас мы находимся на вкладке структура И на этой вкладке у нас тут будут представлены все те таблицы, которые будут находиться внутри этой базы данных Сейчас у нас нет ни одной таблицы, поэтому здесь все пусто Но все эти таблицы, а также все записи внутри этих таблиц мы уже будем создавать непосредственно через Laravel проект Теперь нам необходимо подключиться к этой базе данных Чтобы это сделать, нам нужно перейти в файл .env И здесь у нас есть в самом верху настройки, благодаря которым мы можем подключиться к какой-либо базе данных Здесь у нас указано то, что в качестве SUBD системы управления базами данных Мы будем использовать MySQL Это действительно так, поэтому это значение мы тут не меняем Также у нас указан хост Сейчас он указан здесь как 127.0.0.1 Также его можно было бы заменить на такое слово как localhost И по сути это одно и то же самое То есть мы используем с вами локальный сервер, локальный хост Мы давайте оставим значение 127.0.0.1 Хотя можно было бы заменить на слово localhost, было бы одно и то же самое Далее, если вы работаете с open server То в таком случае вам порт, а также юзернейм и пароль Вам эти значения менять здесь не нужно То есть порт у вас должен быть как 3306 Юзернейм должен быть root А пароль должен быть как пустая строка Все, что вам нужно будет поменять, так это название вашей базы данных Я, например, мою базу данных назвал как Laravel Simple Если вы назвали ее как-то по-другому, то введите здесь название именно вашей базы данных Также для тех, кто работает с такой программой как MAMP То здесь нам нужно поменять порт, а также нужно поменять пароль Для пароля мы должны указать значение как root Для логина тоже мы значение root указываем А вот порт нам нужно поменять на 3.8.9 По сути, все эти значения прописаны на вот этой welcome page То есть на вот этой стартовой страничке Там же, где мы переходили в phpMyAdmin И тут я просто копирую порт Его я сюда вставляю Ну и в общем-то больше здесь нам не нужно ничего дополнительно дописывать Теперь мы как бы подключились к базе данных И дальше мы сможем спокойно работать с этой базой данных Внутри этого проекта Главный момент это не выключайте локальный сервер Если вы его выключите, то есть если я выключу эту программку То в таком случае я потеряю соединение с базой данных Ну и соответственно я ничего не смогу сделать внутри как бы этого Laravel проекта Потому что не будет просто соединения с вот этой локальной базой данных Поэтому программку не отключайте Теперь нам немного нужно поработать с терминалом Дело в том, что когда вы прописываете какие-либо новые настройки Например, настройки для подключения к базе данных Да и вообще, когда вы прописываете какие-либо новые настройки в файле .env То вам лучше прописывать еще очистку кэша Чтобы это сделать в терминале Вам нужно прописать команду php Дальше мы обращаемся к artisan Дальше мы обращаемся как бы к настройкам То бишь config И дальше мы говорим, что мы работаем с кэшем Мы просто будем очищать этот кэш Нажимаем на enter И все, configuration cache cleared То есть мы как бы очистили кэш Ну и теперь будут использованы те как раз настройки Которые у нас были прописаны в файлике .env То есть это нас обезопасит и избавит от различных ошибок Которые могли бы возникать в дальнейшем Теперь поговорим про управление базой данных Чтобы нам выполнять манипуляции внутри базы данных Нам нужен файл модели Через этот файл модели мы сможем сохранять новые записи в какую-либо табличку Через этот файл мы сможем получать записи из таблички Через этот файл мы сможем удалять записи Ну и вообще производить любые манипуляции Мы сможем как раз через файл, который у нас является файлом модели Поэтому нам нужно создать такой файл И создается он по тому же принципу, что и мы создавали ранее контроллер То есть он создается через artisan Ну и дополнительно вместе с тем, что мы будем еще и создавать файл модели Нам необходимо еще и создать файл миграции Чем отличается файл миграции от файла модели? В файле миграции мы с вами пропишем те поля Которые будут находиться внутри какой-либо определенной таблички Вот например, нам нужно будет в базе данных хранить Ну на данный момент нам нужно будет хранить лишь одну табличку Внутри которой мы будем хранить полностью все отзывы, полученные от пользователя И например, в этой табличке мы скажем, что должны быть такие поля В которые мы сможем ввести email В которые мы сможем ввести тему отзыва А также поле, в которое мы сможем ввести полный текст сообщения И соответственно, в файле миграции мы как раз опишем вот такую вот табличку А через файл модели мы сможем работать с этой табличкой Работать как бы с вот этими вот значениями, которые будут находиться внутри этой таблички Ну и давайте мы сейчас с вами создадим что файл миграции, что файл модели Ну и чтобы такое сделать, нам нужно прописать здесь php Дальше обращение к artisan Далее обращение к команде make Раньше мы с вами создавали контроллер, сейчас нам контроллер создавать не нужно Вместо этого мы создаем с вами модель Модель можно назвать как угодно Я давайте ее назову как контакт Здесь не нужно никакого обязательного слова в конце прописывать Хотя если вы пропишите как контакт модел То в таком случае вам самим даже будет проще ориентироваться в том, что это конкретно класс Которые отвечают за модели Ну я наверное давайте просто оставлю название как контакт Модел в конце дописывать не буду, потому что это не является уже прям обязательным Вот для контроллера это было обязательно, здесь это не обязательно. Ну и плюс здесь в конце я еще дописываю флаг. И в этом флаге я говорю о том, что мы еще создадим дополнительно файл миграции. Нажимаем Enter. После этого мы можем заметить, что у нас что модель была успешно создана, что файл миграции также был успешно создан. Сперва я предлагаю описать общую структуру нашей таблицы, поэтому мы изначально будем работать с файлом миграции. Где же найти этот файлик? Чтобы его найти, нам необходимо перейти в папку Database, дальше в папку Migrations. И здесь мы можем заметить, что тут у нас находятся полностью все различные файлы миграции. Можно заметить, что тут помимо нашего нового файла миграции, также есть здесь еще три дополнительных файла миграции. Все дело в том, что внутри Laravel проекта по умолчанию есть такая модель как User. Вот она здесь представлена. Это тоже определенная модель. То есть мы создали свою модель контакт, но также есть здесь уже предустановленная модель. И по факту для этой модели тоже были созданы различные вот такие вот файлы миграции. Ну и на основе каждого файла миграции будет создана какая-либо определенная табличка в PHP Might Bin. Ну то есть в нашей базе данных. И например, будет создана табличка по работе со всеми пользователями. Будет создана табличка по восстановлению различных паролей. Будет создана также еще табличка по описанию всех тех миграций, которые у нас проводились. Ну и будет еще создана табличка, которая уже будет являться нашей собственной табличкой. И в ней мы будем хранить полностью все отзывы. В общем, нас вот эти вот три таблички, три вот этих файла, они нас особо не интересуют, потому что они как бы по умолчанию создаются. Нас интересует именно наш файлик, который называется CreateContactTable. И именно с этим файлом мы с вами и будем работать. Работа с файлами миграции на самом деле не сложная. Здесь в каждом классе есть всего лишь два метода. Это метод Up, а также метод Down. Метод Up, он вызывается, когда мы на основе какого-либо файла миграции хотим создать определенную таблицу. В этом методе обычно описывается, какую таблицу мы хотим создать. Например, здесь мы будем создавать таблицу, которая будет называться как Contacts. А также описываются, какие поля будут находиться внутри этой таблицы. Мы чуть позже допишем еще дополнительные поля, которые должны находиться внутри этой таблицы. Метод Down, в свою очередь, он вызывается в тот момент, когда мы хотим удалить какую-либо таблицу на основе определенного файла миграции. То есть здесь, внутри этого метода, все, что записано, так это то, что мы удалим таблицу, которая будет называться как Contacts. Это точно такая же таблица, которую мы вот здесь как бы создаем. И эта таблица будет удалена только в том случае, если она существует. То есть при помощи метода DropIfExists мы удалим эту таблицу при вызове данного метода. Ну, с методом Down мы работать не будем, просто по той причине, что мне не нужно будет сейчас удалять эту таблицу. В то же время, если вы в будущем, например, создали определенную таблицу и дальше вам нужно ее удалить, то можно будет просто вызвать метод Down и табличка будет удалена из баз данных. Ну, нам это пока просто сейчас не нужно. Итак, мы давайте лучше поработаем с методом Up. Здесь мы указываем то, что мы создаем определенную табличку, и тут же мы указываем, какие поля будут находиться внутри этой таблицы. Здесь сейчас сказано о том, что будет создано такое поле, которое называется как ID. Это уникальный идентификатор, это поле нам нужно. И, по сути, при помощи этого поля мы к каждой записи будем добавлять какой-либо порядковый номер. Например, первая запись будет ID1, потом вторая запись будет ID2, ну и так далее. Соответственно, это поле, пускай у нас оно будет. Также такое поле, как Timestamps, я предлагаю это поле не создавать. То есть, при помощи этого поля у нас просто бы записывалась для каждой записи дата создания самой этой записи. Мне это на самом-то деле для отзыва, в принципе, не нужно, поэтому я это поле удаляю. Если вы хотите, вы можете оставить это поле, да и потом посмотрите, что это поле будет из себя представлять. Вы это сможете посмотреть в phpMyAdmin. Я пока это поле просто удалю, оно мне здесь не нужно. Далее мне необходимо понять, какие же поля должны находиться внутри таблички. По сути, для каждой записи мне нужно сохранять email, subject, а также message. Ну и плюс, конечно же, ID для каждой записи нужно сохранять. Поэтому мне здесь нужно прописать 4 поля. Первое поле уже готово, это ID. А также, дополнительно, мне нужно прописать поле, в котором я, например, буду хранить email каждого отдельного отзыва. Ну, email это у нас определенная строка, определенный набор символов. Поэтому для создания нужного поля, для создания поля с нужным типом данных, я буду использовать такой метод, который называется как string. Кстати, да, кстати, забыл еще здесь прописать. Здесь нужно еще указать название самого этого поля. Ну и название поля пускай будет как email. Также, дополнительно, для хранения темы каждого отзыва я создам тоже поле, которое будет называться, например, как subject. Ну и поскольку тема каждого отзыва это тоже определенная строка, то я тут тоже буду использовать такой метод, как string. В то же время, если мы говорим уже про полный текст отзыва, то здесь лучше использовать не метод string, а лучше использовать такой метод, как текст. Дело в том, что string, он позволяет нам хранить строку в диапазоне от 0 до 255 символов включительно. Вот, нам для текста сообщения, для текста отзыва этого будет мало. Поэтому я лучше буду использовать такой метод, как текст, который позволяет нам сохранить определенный набор текста, который может быть и больше, чем 255 символов. Ну и, в общем-то, для этой таблички мне больше тут ничего не нужно. То есть, в табличке должно быть 4 поля. Это id, это поле, в которое мы запишем email, это поле, в которое мы запишем тему отзыва, и это поле, в которое мы запишем сам отзыв, само это сообщение. В общем-то, теперь у нас тут все прописано. Если я, например, сейчас зайду в базу данных, то можно заметить, что тут вообще ничего не поменялось. На структуре у нас до сих пор нет ни одной таблицы. Чтобы нам из этого файла создать таблицу в базе данных, нам необходимо провести миграцию. Для этого мы вот здесь, в терминале, прописываем следующее. Мы обращаемся к PHP, обращаемся к Artisan и обращаемся к такой команде, которая называется как Migrate. То есть, мы проводим миграции. После того, как мы проведем миграции, то мы сможем заметить, что у нас в базе данных Laravel Simple у нас было добавлено несколько таблиц. Как видите, их здесь достаточно много. Ну и по факту, вот эти вот 4 таблицы, они были созданы по умолчанию, и удалять их не нужно, пускай они просто будут. То есть, здесь записаны, например, различные миграции, которые, ну, различные, вот, например, в табличке Migrations записаны те файлы, которые служат для миграции. И эти файлы, они как раз вот здесь у нас тоже представлены. Здесь же дополнительно есть еще наша табличка, есть табличка Users, есть табличка для смены пролей, ну и так дальше. Нас, в принципе, все эти таблички не интересуют, кроме одной таблички, которая называется как Contacts. Это именно наша таблица. Если зайти в эту таблицу, то мы замечаем, что здесь есть 4 поля. И это именно те 4 поля, которые вот тут мы с вами и прописали. То есть, это ID, Email, Subject, а также Message. И действительно, все эти 4 поля, они тут и созданы. Теперь, когда мы с вами создали уже табличку, теперь мы можем работать с этой таблицей. Например, мы можем получать данные из формы, проверять их, и если они будут корректны, то мы сможем заносить эти данные как новую запись внутрь таблички Contacts. Кстати, если вы хотите детально вникнуть в веб-разработку, то рекомендую мои большие программы обучения по профессии бэкэнд-разработчик и фуллстак-разработчик. В ходе программ обучения вы изучите все необходимые моменты для построения полноценных современных веб-сайтов, используя язык PHP. Вы научитесь писать на языке PHP, использовать WordPress, Laravel, Docker, Composer и многое другое. Программы действительно очень большие, и я со спокойной душой могу их вам рекомендовать. Ссылки на программу фуллстак и бэкэнд-разработчик будут в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Для работы с данными в какой-либо таблице необходимо использовать класс модели. У нас есть такой класс, он называется как Контакт. На самом-то деле это полностью пустой класс, и мы даже ничего внутрь него дописывать не будем. Все дело в том, что этот класс, он наследует огромное множество различных методов, различных функций из такого родительского класса, как Model. И по факту мы можем просто ссылаться к этим родительским методам. То есть мы можем ссылаться к такому методу, как Save. И при помощи этого метода мы сможем, например, сохранить новую запись в табличку, которая будет прикреплена к этой модели. А к этой модели в свою очередь прикреплена табличка, которая называется как Контакт. То есть которую мы сейчас как раз с вами и рассматривали. Ну и в общем-то теперь давайте мы, после того, как мы будем проверять все данные, полученные из формочки, мы давайте с вами будем получать данные и сохранять эти данные, как новую запись в базе данных, в табличке Контакт. Чтобы нам это сделать, мы должны для начала создать некий новый объект, пускай он будет называться как Контакт, или возможно даже более логичное название будет как Ревью, потому что это все-таки отзыв. Дальше мы здесь прописываем то, что мы создаем, ну то, что мы просто выделяем память под этот объект, то есть мы обращаемся к нашей модели, NewContact. И здесь, кстати, ну видите, в моем случае он здесь уже в автоматическом режиме еще прописал UseAppContact. Если в вашей среде разработки он не импортировал, не подключил, не указал использование вот этого вот Namespace, то вам нужно еще здесь вверху прописать UseAppContact. Если вы это не пропишите, то просто будет выдаваться ошибка и, ну как бы, нельзя будет ссылаться конкретно на вот это вот название класса. После создания объекта мы должны к нему обратиться и дальше мы должны установить значение в определенное поле. Смотрите, в самой табличке у нас есть 4 поля. В поле ID нам никогда не нужно устанавливать информацию в ручном формате, просто по той причине, что когда мы будем добавлять новую запись, у нас данное поле, оно в автоматическом режиме каждый раз на единицу будет увеличиваться. Например, у нас есть 100 записей, мы помещаем 101 запись и для этой 101 записи ID в автоматическом режиме будет установлено как 101. Поэтому внутрь этого поля мы ничего с вами не должны записывать, там все в автоматическом режиме будет устанавливаться. Нам нужно лишь помещать значения в такие поля как email, subject, а также message. Ну и, по сути, чтобы нам поместить какое-либо значение в поле email, нам просто нужно скопировать название этого поля и здесь мы просто как бы через этот объект обращаемся именно к этому полю. И далее в это поле я устанавливаю вот что. Я обращаюсь к объекту request, возможно вы еще помните, мы с ним тут работали. И этот объект, он представляет из себя те данные, которые мы получаем от пользователя из формы. Раньше мы просто через такую функцию как DD полностью выводили весь этот объект, но сейчас, конечно же, нам такое делать не нужно. Здесь мы обращаемся к этому объекту, обращаемся к методу input и этот метод, он позволяет нам получить значение по определенному ключу. Например, я хочу получить значение из такого поля, у которого атрибут name равен email, соответственно, чтобы мне получить значение из этого поля, мне необходимо просто здесь ключ указать как email. Вот и все. То бишь, что получается? Мы получаем данные от пользователя, мы проверяем эти данные, дальше мы создаем объект на основе модели контакт, Дальше мы в каждое отдельное поле будем помещать те значения, которые мы получаем из формочки от пользователя. Ну и, соответственно, сейчас я только почту помещал, но также, конечно же, нужно еще в такое поле как subject помещать такое значение, которое мы получаем из вот этого вот input, у него, видите, name subject. Также дополнительно нам необходимо помещать message, то есть здесь мы в поле, которое называется message, мы помещаем то значение, которое мы берем из поля, из формочки, у которого name равен тоже message. Ну и, в общем-то, больше здесь никаких значений нам из формы получать не нужно. Теперь нам необходимо лишь на основе созданного объекта создать новую запись в табличке контакты. Для этого мне необходимо обратиться к такому объекту как review, с которым мы как раз тут и работали, и дальше я просто обращаюсь к такому методу, который называется как save. Вы можете сказать, что, опять же, этого метода здесь нету в этом классе контакт, но в то же время такой метод существует в родительском классе model, ну и поэтому я спокойно могу обратиться к этому методу, и у нас все сработает корректно. Кроме того, после того, как я добавлю новую запись в табличку, я бы хотел еще пользователя переадресовывать на другую страницу. Можно переадресовывать на главную страницу, можно переадресовывать на страницу про нас. Я бы хотел переадресовывать пользователя на страницу review, там, где у нас находится сама форма. Ну и чтобы выполнить переадресацию, я здесь прописываю return, дальше я в качестве возвращаемого объекта возвращаю такой метод как redirect, и здесь я еще ссылаюсь на метод road и просто указываю, на какую страничку я буду переадресовывать пользователя. Я буду переадресовывать пользователя на страничку review. Окей, сохраняем это все. Теперь давайте зайдем на страницу с формочкой. Тут я уже прописал все данные, просто нажимаем на отправить. Он нам выдает ошибку и говорит о том, что нет такой колонки, которая называется как updatedAd, то есть он пытается в такие поля как updatedAd, а также createdAd установить какие-либо значения. У нас действительно таких полей здесь в принципе нет. Эти поля, они создаются в автоматическом формате, если вы в файле миграции указали то, что у вас еще будет такое поле как timestamps. Я помните удалял это поле, поэтому у меня этих полей просто внутри этой таблички нет. Ну и в общем, чтобы у нас корректно срабатывал данный SQL, данный как бы запрос к базе данных, нам нужно зайти в файлик модели. И здесь мы все-таки кое-что с вами допишем. Мы здесь должны прописать то, что timestamps, то есть вот эти вот поля updatedAd, а также createdAd, их у нас не будет, то есть мы указываем значение false. Теперь я предлагаю вернуться обратно. Здесь давайте попробуем еще раз нажать на отправить. И в таком случае у нас все как бы корректно срабатывает. Вот только теперь выдается следующая ошибка. Ошибка говорит о том, что нет такого как бы пути, который называется как review. И на самом-то деле это действительно так. Дело в том, что здесь в качестве пути нужно указывать не просто определенный URL-адрес, а нужно указывать как бы название определенного URL-адреса. Ну и чтобы нам указать название определенного URL-адреса, мы для начала вот здесь в файлике web.php должны дать это название. То есть я здесь отслеживаю такой URL-адрес как review, я вызываю определенный метод. И также дополнительно я здесь укажу название для этого URL-адреса. Название здесь пускай будет тоже как, например, review. То есть название может быть каким угодно, но данное название будет вполне логичным. Ну и теперь здесь в качестве значения для метода road я не указываю URL-адрес, а я указываю как раз вот это вот название того URL-адреса, на который мне нужно перейти. Давайте еще раз это сохраним. Давайте еще раз я вернусь обратно, нажимаю на отправить. И вот теперь мы замечаем, что мы как будто просто перезагрузили страничку. На самом-то деле данные были проверены, они были добавлены в базу данных, нужную табличку, и мы просто как бы вернулись обратно на эту же страницу. Мы можем зайти, например, в phpMyAdmin, здесь мы можем нажать на обзор, и мы заметим, что на самом-то деле у меня были добавлены целых две новые записи. Но это все дело в том, что предыдущая запись, она вот когда у нас выдалась ошибка, связанная с названием URL-адреса, эта запись, она все равно была добавлена, то есть у нас сработал метод save, а вот просто следующая строка, она уже не сработала, но в то же время, поскольку метод save сработал, то запись была все-таки добавлена в табличку, в базу данных. В общем-то и по этой причине у меня получается, что у меня как бы здесь две записи. Ну, в любом случае, теперь оно все работает корректно, вы можете добавлять новые отзывы, и все они будут попадать конкретно вот в эту табличку. Теперь давайте сделаем с вами так, чтобы на этой же странице у нас выводились все записи из таблицы контакты. Для начала мы перейдем в метод review, и здесь я пока закомментирую то, что мы будем выводить какой-либо шаблон. Давайте это пока сделать не будем. Вместо этого мы с вами создадим объект, пускай он будет называться как reviews, и он у нас будет на основе такого класса, как контакт, на основе такой модели, как контакт. Далее при помощи уже известной для нас функции DD, мы с вами попробуем вывести полностью все записи в формате объектов на экран, просто чтобы посмотреть, как это у нас все функционирует. Чтобы это сделать, мы должны обратиться к объекту reviews, и дальше мы просто через этот объект обращаемся к методу all. Опять-таки, этого метода здесь нету в модели, в то же время он есть в классе родители, поэтому мы спокойно можем обратиться к методу all, и этот метод, он позволяет нам вывести полностью все записи по определенной модели, то есть по определенной табличке, в нашем случае по табличке контакты. Если я теперь обновлю эту страницу, то, конечно же, весь дизайн он там исчезает, потому что я не вывожу теперь определенный шаблон, но в то же время у нас выводится определенный объект, и в этом объекте есть еще два объекта, каждый из них представляет определенную запись из базы данных. Вот, например, если раскрыть какой-то объект, и здесь раскрыть оригинал, то тут мы заметим, что вот у нас id1, то есть это первая запись, здесь указан email, указан subject, указан message, если открыть второй объект, то тут точно то же самое, можно найти тоже оригинал, это уже у нас вторая запись, я немного поменял subject, а также message, чтобы у нас просто отличались сами эти две записи, но по факту мы видим то, что у нас все эти объекты, которые есть в базе данных, которые есть вот в этой табличке, они выводятся у нас корректно. И теперь полученные объекты мы можем передать внутрь шаблона. Для этого мне необходимо сделать вот что, давайте я пока функцию dd удалю, и здесь просто вместе с тем, что я указываю, какой шаблон мы будем с вами отображать, также указываю ассоциативный массив в качестве второго параметра, и в этом массиве я просто указываю те значения, те объекты, элементы или что угодно, которые я буду передавать внутрь шаблона. Для начала я указываю название, я указываю ключ, по которому я буду обращаться к определенному значению из шаблона. Например, я давайте назову даже не data, а например назову как reviews, и в качестве значения я устанавливаю сюда reviews all. То бишь, чтобы мне обратиться к вот этим вот объектам, которые я получил из базы данных, чтобы мне обратиться к этим объектам из шаблона, мне потребуется обратиться к такому объекту, который у нас будет идти по ключу reviews. В общем-то, вот здесь в плане main-контроллера нам здесь ничего дополнительно дописывать не нужно. То есть мы просто создаем объект на основе какого-либо класса модели, и дальше просто берем полностью все записи из этой модели, ну, соответственно, из определенной таблички. Теперь мы давайте зайдем с вами в файлик review.blade.php, и вот где-нибудь вот здесь ниже мы пропишем с вами тег h1, в этом теге мы давайте напишем все отзывы, вот, ну и действительно будем выводить все отзывы, которые у нас будут. Для этого мы должны прописать здесь цикл, это будет for each. Здесь в качестве переменной мы будем работать с такой переменной, которая называется как reviews. Именно ее мы сюда передаем, именно этот объект, как бы именно этот ключ мы сюда передаем, и здесь я просто буду перебирать данный объект. Я его буду перебирать как переменную по названию element, вот, то есть каждый как бы элемент из этого списка, из этого массива, он у меня будет записан в переменную element, ну и через цикл мы все эти значения тут переберем. В конце обязательно нужно закрыть for each, поэтому это я предлагаю сделать сразу же. Ну и здесь мы давайте просто пропишем div, у него будет класс, это пускай будет alert warning, то есть это будут такие желтые блоки, например. И здесь мы пропишем вот что, тут будет пускай тег h3, в теге h3 мы будем с вами выводить, например, то есть мы обращаемся к element, мы обращаемся к определенному элементу, и мы будем здесь выводить subject, то бишь мы будем вводить как бы тему каждого определенного сообщения. Давайте вот мы сейчас даже это сохраним, обновим страничку, и вот здесь видите у нас написано все отзывы, и вот тут выводится написать, узнать что да как, а также отличная работа. Именно такие же значения, они у меня вот здесь записаны в поле subject для двух этих объектов, то есть теперь у меня выводится все корректно. Плюс, наверное, тут еще, кстати, стоит добавить bear, чтобы у нас просто был отступ между этими строками. Ну и также мы давайте выведем здесь следующее, давайте вот, например, где-нибудь здесь, мы через тег b выведем просто email пользователя, то есть мы обращаемся к element, и обращаемся к такому полю как email, а в теге p мы с вами выведем тогда element, и здесь мы выведем message, то есть полный текст сообщения. Итак, еще раз мы это обновляем, и вот тут у меня выводится email, а также выводится еще и полный текст самого отзыва. В общем-то, все теперь работает корректно. Вот такой сайт у нас получился. В ходе урока мы с вами научились работать с базой данных, моделями, контроллерами, шаблонами и многими другими важными аспектами. Ресурс у нас получился небольшим, но зато он обладает всеми необходимыми стандартными концепциями. Больше информации про Laravel и разработку на основе языка PHP можно посмотреть в моих больших программах обучения. У меня же на этом все. Не забывайте подписываться, а также ставить лайки. До скорых встреч. Пока!